На этом занятии мы впервые обучим нейронную сеть. Это будет нейронная сеть, которая решает задачу регрессии. Напомню, задача регрессии это предсказание некоторого вещественного числа. И задача перед нами стоит довольно учебная. Мы хотим понять, как предсказать функцию sin y. Давайте это последовательно сделаем. Итак, у нас первая ячейка направлена на то, чтобы рисовать графики. Она не очень интересная. Далее мы импортируем Torch. И нам нужно составить train dataset. Как мы его будем составлять? Возьмем точки из равномерного распределения от 0 до 1. 100 штук таких. Каждую точку домножим на 20. Отнимем от нее десятку, чтобы график примерно по центру будет. Это будет у нашей иксы. А у это будут синусы от данных точек. Наша обучающая выборка выглядит довольно просто. Давайте добавим в нее немного шума. Шум будет из нормального распределения. Выглядит он вот таким вот образом. Тут одинаковый масштаб в графиках. И просто этот шум прибавим к каждой точке предыдущего графика. Каждую точку из шума прибавим к каждой точке из предыдущего. Получится очень интересная, похожая уже на реальную жизнь, обучающая выборка. Получается, что у нас зашумленные данные. В них виден синус невооруженным глазом. Но давайте узнаем, а сможет ли нейросеть разобраться, что тут функция синус, а не какой-то шум. Еще один момент. Когда мы будем передавать в нейросеть данные, нам хочется, чтобы они были правильной размерности. Ведь по сути признаком объекта может быть не одно число, как здесь, координата x, по которому мы хотим предсказать координату y, а может быть сразу несколько чисел. Соответственно, для общности нам нужно наш вектор x, который сейчас строчка, превратить в столбец, у которого в каждой строчке будет одно число x. Это делает метод unsqueeze. Если вы по торче видите нижнее подчеркивание в названии метода, это значит, что этот метод трансформирует тот объект, к которому он применяется. То есть, после выполнения вот этой ячейки у нас x-train и y-train изменились, и теперь это столбцы. Ну, давайте это проверим. Вообще проверим, как работает метод unsqueeze. Возьмем некоторый тензор одномерный, 1, 2, 3. Назваем его temp и сделаем на нем метод unsqueeze1. И видим, что до этого это была действительно строчка. Некоторый вектор одномерный, а теперь это столбец, то есть двумерный тензор. Продолжение следует... Продолжение следует...